На Хабаровский край надвигается очередной циклон. Коммунальные службы жилищной организации приведены в боевую готовность. Метель будет сопровождаться ветром до 12 метров в секунду. Большую опасность, как заявили специалисты на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям, представляет резкое повышение температуры до плюс 3 градусов тепла. И даже при выпадении 5-7 миллиметров осадков суточных, он может такой коллапс создать на дорогах, что может быть легче, чем большие циклоны с большим объемом снега при стабильной минусовой температуре. Для обеспечения безопасности во время циклона будет ограничено движение легкового и пассажирского транспорта на комсомольской трассе дороги Лида-Гаванина. В Хабаровске, чтобы к утру расчистить городские магистрали для автобусов, этой ночью на работу выйдет около 200 единиц спецтехники. Наша задача – это внести реагенты и убрать с проезжей части до образования скользкости и низких температур. Из-за порыва ветра и мокрого снега в южных районах края возможны обрывы линии электропередач. Как заявили специалисты на заседании штаба, все жилищные организации переведены на круглосуточный режим работы. Жилищникам задача будет поставлена уборка выхода из подъезда, подход к контейнерным площадкам, очистка и уборка крови. Поэтому все в рабочем режиме. На территории края циклон будет бушевать 12 часов. По прогнозам синоптиков, ранним утром 12 февраля в Хабаровске начнется усиление ветра и снег. В этот день для избежания транспортных заторов муниципальной власти просят автомобилистов по возможности ограничить поездки в центр города. Татьяна Тукарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Почти 2 миллиарда рублей должны за тепло, свет и газ в Хабаровском крае потребители. В большинстве своем это собственники квартир. На производстве у приставов скопилось более 70 тысяч исполнительных дел по взысканию задолженности. Теплоэнергетические компании бьют тревогу. Из-за долгов их сотрудники могут остаться без средств к существованию. Фактически мы являемся работодателем для 50 тысяч работников, проживающих на территории Дальнего Востока. И, соответственно, являемся основным источником заработка для такого большого количества семей. Представитель холдинговой компании преодолела 8 тысяч километров, чтобы попасть на это совещание. Светлана Суворова захотела лично услышать, насколько эффективно в крае ведется работа по взысканию долгов. Федеральные приставы констатируют, что выше крыши прыгнуть не могут. Все в рамках закона. И озвучили один из самых эффективных на сегодня способов борьбы с неплательщиками. Электронное списание долгов с действующих счетов. Мы работаем непосредственно в Хабаровском крае. Это дальневосточный филиал НТС-банка, дальневосточный филиал Сбербанка. То есть, которым мы напрямую взаимодействуем. Злостные неплательщики за коммуналку могут лишиться не только денег со своих счетов, но и квартиры. Уведомления о выселении в конце 2015 года уже получили сотни жителей Хабаровска. Только за содержание и ремонт жилья они задолжали более полутора миллиардов рублей. За неуплату более шести месяцев без уважительных причин за жилье и коммунальные услуги можно выселить. Взамен квартиры со всеми удобствами можно ощутиться, например, в непригодном для жилья бараке или общежитии в лучшем случае. Из расчета шесть квадратов на человека. Добровольно переселяться многие жильцы многоэтажек не захотели и стали погашать просроченные квитанции. Анастасия Корничук, Артур Гец, Табарская студия телевидения. Прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями сберегут деньги добросовестных собственников. Поправки в жилищный кодекс сейчас находятся на рассмотрении депутатов Госдумы. Согласно изменениям, поставщики холодной, горячей воды, тепла и электроэнергии будут самостоятельно, без участия ТСЖ и управляющей компании, заключать договоры и выставлять квитанции населению. Обеспечить надежность и сохранность средств за содержание и ремонт у исполнителей коммунальных услуг в тех случаях, когда ресурсоснабжающие организации взыскивают с исполнителей коммунальных услуг долги за тех, кто не платит за коммунальные услуги. Сейчас по закону поставщиками коммунальных ресурсов в домах являются управляющие компании ТСЖ. И если собственники не платят за свет, воду, газ, ответственность несут жилищные организации. Деньги в уплату долгов снимаются с общего счета дома. У нас многомиллионные долги. Это долги населения перед ресурсоснабжающими организациями. Но возникает такая ситуация, что ресурсоснабжающие организации обращаются в арбитражный суд в отношении управляющей организации и взыскивают эти долги с нас. С заключением прямых договоров теперь и ресурсоснабжающие компании начнут борьбу с должниками. Поправки в жилищный кодекс, которые обяжут поставщиков ресурсов выставлять населению квитанции без посредников, депутаты Госдумы рассмотрят этой весной. Татьяна Токарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. 19 школьников Хабаровска удостоены стипендии мэра города. 2000 рублей ежемесячно в течение года получат спортсмены, которые показали высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. Стипендия учреждена 10 лет назад. За это время ее обладателями стали более 120 спортсменов. Артем Рубанцев уже 9 лет на ковре. В секцию греко-римской борьбы его привели родители. В первый год тренировок спортсмен выиграл первенство в своей детско-юношеской школе. Затем спортивное мастерство позволило борцу завоевывать титулы чемпиона края и Дальневосточного федерального округа. Я вот в детстве где-то услышал, или по телевизору, или где вот борьба. Вот она мне понравилась, даже со словом я уже детям сказал, хочу на борьбу. В ноябре прошлого года в Кемерово состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей. В финале весовой категории до 100 килограмм Артем Рубанцев одержал техническую победу и завоевал звание кандидата в мастера спорта. У него весе было 19 человек. Он боролся до 4 встречи. Четвертая была у него финальная. Перед финалом поволновался он, потому что он тоже там мальчик сильный, с Москвы боролся, с училища Олимпийского резерва. За мастерство и победу в соревнованиях Артем Рубанцев в этом году удостоен стипендии мэра города. Ежемесячная премия «Спортивная надежда Хабаровска» учреждена в 2006 году. Сначала жюри присуждало ее 10 спортсменам. Несколько лет назад список был увеличен в два раза. В этом году, кроме борцов, денежное вознаграждение получат лучшие танцевальные пары, боксеры и пловцы. Это делается для того, чтобы каким-то образом поддержать тех перспективных ребят, которые выступают уже на всероссийских соревнованиях. Денежная премия мэра города присуждается школьникам, которые занимаются не только олимпийскими видами спорта. В число стипендиатов входят также подростки с ограниченными возможностями. Глеб Морозов, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения.